Снежные завалы на Балаковской трассе. Но это только на первый взгляд. Рабочие экспериментируют с составом дорожного полотна. Вместо привычного щебня и песка укладывают фосфогипс. Сначала становится влажно, потом прикатывается хорошо. Вроде твердо. Я сказал бы, должен держаться хорошо. Главное отличие этого материала – высокая прочность. Он быстро твердеет на открытом воздухе. Такие характеристики позволяют возобновить движение автотранспорта за считанные часы. Затем, как идет строительство магистрали, по новой технологии следят чиновники Министерства дорожного хозяйства. Чем, будем говорить, знаменательный этот материал? Тем, что он на воздухе самопроизвольно схватывается и образует монолитную плиту. А это завод, где и получают фосфогипс. Он является отходом другого производства. Материал образуется при переработке минеральных удобрений. На Балаковском предприятии производят до 2000 тонн продукта в день. В использовании фосфогипса есть небольшой нюанс. Для проведения дорожных работ можно применять только свежий продукт, после изготовления которого прошло максимум 10 часов. Сейчас производители стараются решить эту проблему. Даже подключили ученых. В ближайшее время они должны предоставить итоги исследования, которые позволяют решить проблему 10 часов, так называемую проблему времени схватывания фосфогипса, из-за которой отдаленные пользователи не могут использовать его для строительства дорог. Фосфогипс начали использовать в строительстве дорог почти 30 лет назад. За это время было создано немало легенд о вреде переработанных отходов на экологию. У нас больше распространяется различного рода пугалок, которые ничем не обоснованы. То есть идет откровенное запугивание наших людей. И оно ничем не подтверждается, никакой там радиации, ничего этого нет. Я говорю, есть все сертификаты. Мы готовы их представлять и представляли неоднократно всем. Еще одно важное достоинство этого стройматериала – его стоимость. Тонов фосфогипса продают всего за 17 копеек. А соответствует ли цена качеству, дорожники будут судить по тому, сколько продержится это полотно.